Звучит музыка Начал в Воронеже, в Зевшоре номер два. Попал в цирк с 10 лет. По предложению родителей, я согласился сразу. Проработал года два-три учеником. И оставшееся время я работаю артистом-акробатом. Групповая вальтижная акробатика. Так именуется жанр, в котором выполнен номер диска. Без стойкости акробатов-низовиков, идеально работающего вестибулярного аппарата прыгунов и полного отсутствия вспомогательных приспособлений он попросту невозможен. Демонстрация последних достижений не прекращается. Нашей съемочной группе посчастливилось увидеть новый трюк – тройное сальто с выпрыжки. Мы в этом городе выпустили двойное сальто углом. Это тоже новый трюк. Мы в Брянске его выпустили буквально две недели назад. Тройное – это сложнее. Кстати, на диско Таисию Корнилову и Сергея Коровина вдохновила классика цирковой акробатики. Популярна в 70-х годах прошлого века. Сейчас она переживает новый виток славы. Публика живо реагирует на зрелищные сальто и опасные перевороты под куполом цирка. Правда, повлиять на концентрацию артистов не в силах даже самые впечатлительные зрители. Страха нет, но вот как бы волнение такое, что не из-за того, что боишься упасть, а нужно сделать все четко и правильно. Концентрация внимания только вот в этом плане. А если боишься, то нельзя. Боишься – не делай, делаешь – не бойся. Почувствовать, как под невероятные трюки акробатов-вальтежеров на секунду замирает сердце, можно до 23 февраля. Карнавал слонов династии Корниловых все еще в Брянске. Светлана Дробкова, Евгений Седачев. События Брянск.